давайте вернемся к нашей анимации предыдущий раз предыдущем видео мы делали простой блокинг с использованием одного контроллера спины у собаки именно этого и лапы и значит получилась вот такая анимация это блокинг давайте теперь его полировать улучшать детализировать и первое что мне сразу бросилась глаза на своей же анимации что если вот смотреть с этого ракурса то довольно быстро прокручивается и выглядит не очень красиво то есть вот в этом моменте вот с этого кадра особенно по этой очень хорошо видно как резко идет прокрутила давайте немножко уберем такой сильный прокрут чтобы не было таких вот вещей ну и сразу же начинает лезть элеровский фильтр я сразу прохожусь чтобы не сбивать себе ту картинку которая вижу ну и дальше точно также по по мере ключей по мере прохождения ключей тоже давайте сразу провернем берем чтобы не было такого такой большой поворота чуть-чуть вернем ну то есть угол так резко чтобы угол поворота так резко чтобы не проходил то есть не было такого что вот здесь там пузико а здесь уже с этой стороны и посмотрим как она выглядит ну вот даже вроде как даже уже похоже конечно же но чуть поинтереснее стало во всяком случае не с не чувствуется такого резкого скачка ведь сейчас вы поймете зачем я это сделал зачем я сделал так что вот здесь еще животик смотрит туда сейчас мы будем заниматься прокрутом тело то есть когда собака вот так вот делает ей нужно какой-то скажем гибкость позвоночнике для того чтобы она прокрутив свое тело как как кошка да когда ее отпускаешь она падает на лапы на воздухе вращается она выгибается приблизительно так и у собаки бывает такие движения телом когда она пытается сделать какие-то эквилибристские движения и для начала давайте начнем с этого кадра чтобы уже работать по вот вот этим ключевым кадром которые у нас уже есть чтобы от них не отходить чтобы не было такого что например у этого контроллера у нас используются эти ключевые кадры а например вот на вот эти контроллеры мы произвольном месте ставим другие ключевые кадры я вам не рекомендую так делать то есть в этом ничего плохого нет вы можете это делать но тогда в некоторых случаях будет тиро синхрон то есть допустим все вас будет не в пятнадцатом а в четырнадцатом то у вас немножко будет несоответствие у вас будет там пятнадцатом кадре в одну сторону двигаться а 14 допустим другая часть тела уже 14 начинает двигаться другой то есть у вас вы будете поначалу путаться и я вам советую пока просто придерживаться именно ключевых кадров и когда уже вы будете проставлять и сдвигать ключи по во времени и проставлять в нужных местах дополнительные ключи вы должны уже принципе понимать что вы делаете но пока придерживайтесь ключевых кадров и так значит чтобы нам сделать этот проворот давайте начнем с самого начала мы будем работать с тремя вот этими вот контроллерами ну и конечно же с этим если нужно будет подправить а скорее всего нужно будет потому что когда мы сейчас начнем добавлять здесь всякие прокруты всякие искривления позвоночников что-то наподобие то естественно наша анимация начнет выглядеть по-другому поэтому мы сейчас будем всеми этими пользоваться и шеи скорее всего тоже с головой давайте сразу же здесь тоже поставим ключ значит нулевом кадре и вот тут можно еще сразу в шестом кадре то и восьмом тоже поставить ключ то есть мы будем как уже сказал использовать ключевые так ну и в самом первом месте когда собака приседает можно что-то сделать вот с этим контроллером то есть опять же посмотреть как будет красивее например можно как у овчарки опущенное сделать опущенную спину также здесь например мы можем сделать вот такую немножко позу то есть собака как бы пытается принять такую позу как пружина и тогда только выстрелить вот ну и в восьмом кадре так как это у нас вот тоже ключевой в восьмом мы можем сделать какие-то проседания прогибания телом то есть мы в шестом имеем горб но восьмом этот горб уже проседает вот в этих в этих контроллерах тоже в восьмом кадре поставим ключ просто чтобы он был чтобы мы помнили что это у нас ключевой кадры я иногда просто ставлю и даже если здесь ничего не меняя пусть будет в будущем могу что-то поменять по идее по хорошему конечно же надо менять то есть тут можно сделать разные вещи как немножко в конце выгибать вот такой эффект будет да и как наоборот еще сильнее подгибать например так вот сделаем небольшое выгибание как будто собака в этот момент будет отталкиваться то есть ну и конечно же на это выгибание нужно немножко отреагировать основным контроллером чтобы не просто так выгибался с каким-то смыслом то есть я немножко сдвинул то сейчас у нас я получается вот так сдвинул назад и теперь получается вот за эти два кадра собака немножко вперед подается с шеи головой тоже постоян кадр здесь такого прям что-то делать пока не будем нам это сейчас не самое главное давайте посмотрим что там дальше по ключевым дальше аж в пятнадцатом и прям очень аж не скоро у нас наступает следующий ключевой кадр но это принципе и хорошо не будем пока сейчас затратить время на детализацию давайте пока заполним ключевые кадры значит для того чтобы дать такой вот может как гибкость эффект гибкости телу нам сейчас нужно выгнуть в нужные стороны наше тело это мы только что немножко под детализировали сбоку совсем мало то есть по хорошему здесь еще нужно продолжать конечно же промежуточными кадрами детализировать пока не будем но нам же еще сверху нужно чтобы собака неплохо выглядела то есть когда у нас она приседает тоже таз у нее уходит в бок вот и можно например с помощью вот этих контроллеров в шестом кадре немножко world конечно же немножко ну world почему потому что у меня шея вращает у меня крик сделан шея вращается по оси z а если голову крутить по оси z то она будет вот так вот вращаться то есть у него ось z смещена сейчас покажу почему по world я кручу вот если например здесь у нас ось z она вот так поворачивает то у головы ось z у нас вот она поэтому чтобы все крутилось в нужном направлении я перехожу в world координаты и тогда у нас крутится все как нужно можно немножко провернуть тело как будто собака к чему-то готовится ну и посмотреть чтобы она продолжала все же смотреть на шарик ну и вообще посмотреть стоит ли такое делать или нет и вот так как мы уже здесь немножко работали с этим с моим кадром видите у нас уже там проставлены некоторые ключи и такое происходит смена поз но как мы можем видеть она даже чуть чуть добавляет красоты вот и давайте теперь в восьмом кадре тоже сделаем так чтобы не было никаких дрожков искажений вот значит дальше у нас идет как я уже сказал пятнадцатом ключевые кадры и давайте подготовим тело к пятнадцатому пятнадцатому можно сделать как раз этот выгиб который будет как бы давать собаки инерцию на кручение те на вращение тела то есть я сейчас сделаю вы поймете зачем вообще я это все готовлю собаки прежде чем вот такие вот всякие кручение телом делать ей нужно какая-то инерция ей нужно что-то что раскачает ее тело раскрутит давайте вот это все же наверно уберем этот поворот головы в восьмом кадре потому что он дальше сбивает следующее движение хотя он вроде как красивый был сейчас посмотрим тут вообще между шестым и восьмым довольно резко происходит действие то есть потом мы это будем полишить полишить это значит полировать чтобы не было таких вот ну прям резких изменений движения это произошло из-за того что я здесь немножко отодвигал подвигал ну и конечно же вот такие движения тоже влияют на все тело целиком собака резко подается вперед нам не очень бы этого хотелось можно немножко в восьмом кадре нагнуть еще сильнее голову вниз типа она под своим весом чуть просаживается но дальше уже не нужно дальше наоборот она должна ее выгнуть сильнее хотя нет здесь мы наверно не будем еще доводить до того что собака вверх головы гибать сейчас она еще как бы здесь просто вот делает делает замах типа как летит к своей цели и кстати вот этот эффект который я убрал восьмом кадре который был немножко сюда закручивания видите он вот я его сейчас вернул так покрасивее немножко выглядит но не хватает все равно вот такого вот захлёста вот еще вот видите то есть я его добавил этот захлёст но я просто не хотел сейчас отходить от ключевых кадров поэтому могло быть такая сумбурность небольшая хочется показать что я делаю но без отхода от ключевых кадров но вот сейчас немножко я отошел и она стала красивее получше давайте уже оставим такую ступенчатую дерганую анимацию не будем дальше ее развивать сделаем сейчас тот то прокручивание телом который я говорю на ноги пока не обращайте внимания мы ими сейчас просто не занимаемся ну и пока у нас не будет такого выгиба тела именно здесь то есть он будет чуть позже сделан давайте посмотрим следующее у нас 18 кадр значит в 18 кадре давайте сразу же не будем в каждом кадре давайте уже сразу перейдем в 20 думаю даже в наверное давайте перейдем в 23 и здесь потом проставим остальные промежуточные но пока перейдем в 23 и здесь вот как раз выгнили ее тело в обратную сторону посмотрим как она проинтерполируется то есть я просто делаю выгибая тело но уже в обратном направлении вот и сделаем там у нас был горб здесь наоборот мы сделаем изгиб то есть как бы собака поменяла свое свою позу свою позу в полете и сейчас у нее наоборот изгиб то есть если в 15 у нас горб вот у нас колесом да можно еще даже сильнее добавить то в 23 у нас наоборот нужно сделать изгиб посмотрим как это повлияет на красоту что будет и дальше у нас идет следующий ключевой кадр это двадцать двадцать седьмой тридцатый здесь можем ну в принципе можем убрать этот изгиб вернуть собаку в более-менее нейтральный нейтральную позу ну не всю собаку а именно вот эти вот контроллеры позвоночника с которыми сейчас работаем я просто нулевой кадр скопировал двадцать седьмой то есть они приняли позу как в двадцать седьмом кадре то есть не сама собака а именно вот вот эти вот контроллеры шеи и тела и что у нас сейчас получается я отключу сейчас кривые вот у нас получается что собака подпрыгивает у нее есть горб потом она делает вот такой вот изгиб телом но все равно еще пока не красивый да уже чуть гибкости добавилось но конечно же это не то чего хочется сейчас будем продолжать детализировать здесь мне не нравится сразу с видом сверху что сразу таз уходит в бок то есть вот он сам как бы слишком наверное он уходит что довольно странно выглядит сейчас будем с этим разбираться посмотрим что будет если мы например его раньше немножко уведем в бок будет ли при таком раскладе видно и мне не нравится как это выглядит давайте теперь сделаем в другую сторону то есть мой принцип анимирования вот я почему я анимирую практически без референсов я редко их довольно смотрю это использовать какие-то идеи которые я быстро сюда воплощаю а потом смотрю и думаю нравится мне это или нет ну вот сейчас что-то получше уже стало выглядеть ну и конечно же среднюю часть тела тоже чуть изогнем чтобы было в дуга бака правда задницей сильно крутит мне это не очень нравится поэтому я немножко ослаблю этот эффект кручения потому что он будет слишком комично выглядеть вот так как у нас здесь нет промежуточных кадров давайте добавим например здесь то есть сделаем так чтобы собака так быстро таз не уводила в бок потому что прям ну ну очень прям сразу она ведет то есть вот уже чуть помягче это стало происходить можем еще посмотреть что будет если немножко ее покрутить вокруг своей оси давайте тоже вот тут уже одиннадцатый кадр добавлен давайте когда у нас собака будет начинать прыгать у нее прогнется таз и возможно даже прокрутиться тело ну так как мы уже начали с одиннадцатым кадром работать да он не ключевой ну давайте уже с ним работать и под своим весом при резком старте у него и нее еще прогнется голова и торс грудно грудной отдел вот уже чуть помягче происходит этот прыжок раньше у нас вообще был очень резкий ну осталось только вот этот эффект когда тело вперед вытягивается сейчас посмотрим что можно с этим сделать почему он так себя ведет то есть тело удлиняется конечно же я думаю можно вот в момент когда собака приземляется еще даже в восьмом кадре уже начинать опускать голову вниз так у нас в десятом кадре что то есть а что у нас в десятом кадре голова наверное когда то я в десятом кадре что то делал для голов значит чтоб не дублировать ключевые кадры чтобы не работать сразу двумя можно просто выбрать с каким вы хотите продолжать работать я думаю буду продолжать с одиннадцатым выбрал с кнопочкой поставил все ключи а десятый просто удалил но пока пока нам не нужен так ну голова слишком улетает вниз как по мне она не должна я думаю терять из виду мяч ее можно в принципе попробовать вот здесь опустить но здесь нужно найти какой-то способ чтобы собака все равно следила за ним как как ни крути потому что ведь он летит и она за ним ну как бы она будет на него прыгать она будет на него целиться это ее вообще главная цель ну вот здесь я слишком сильно сделал этот кивок головой ну и здесь вот видите излом мы будем стараться избегать таких изломов да и здесь тоже не хотел бы ну тогда получается не очень гибко двигается тело все же нужно немножко попробовать опустить рассчитывать на то что она во первых красоты добавить то что она глазами все же успевает следить за за шариком то что вот так конечно же намного лучше выглядит да голова как бы конечно двигается как будто это хвост что от чего мы сейчас будем пытаться избавляться ну вот небольшая проблемка у нас сейчас может сейчас получится исправить давайте посмотрим я немножко под правил ну то есть она хотя конечно мы можем это расценивать как будто она напрягает шею потому что она прям ну очень готова сейчас с этим мячом прыгнуть сейчас подумаю что можно сделать сейчас подумаю что можно сделать ладно пока не будем голову трогать посмотрим что у нас тут с телом происходит ну то есть у нас ладно мы пока вернемся к нашим прокрутам которые мы хотели делать давайте давайте сделаем все же вот эту доведем уже до ума изгиб тела ну чтобы уже что-то получилось потом туда дальше вернемся значит у нас как вы уже помните есть здесь промежуточные два кадра 18 и 20 и давайте посмотрим что в них происходит ну а в них у нас тело в принципе двигается более-менее неплохо да собака вот клюет вперед конечно вот здесь очень сильно это прям заметно я наверное уберу сейчас все же отодвину назад чтобы такого не происходило вернее не отодвину я вот здесь подвину вперед и должно сейчас потихонечку исчезнуть этот эффект видите здесь вот проблема в том что наверное мы все же неправильно сделали что когда собака приседает у нее вот ведь за два кадра нее опускается спина и прокручивается таз лучше немножко наоборот сделать здесь она еще ничего такого делать не будет а вот уже потом при старте вот пошел этот изгиб добавим такой красоты небольшой пусть пока наверно так будет все же вроде как она покрасивее сейчас смотрится но конечно же это еще не финальный вариант и пока пока просто так оставим нет честно говоря не очень нравится вот этот вот при старте выгибания посмотрим что будет если так например выгибаться то есть я наоборот делаю сейчас горб а когда приседает не горб так уберу контролы вот отсюда кстати голова тоже видно как она резко резко прям тормозит и выглядит немножко дубовенько такое сделаем небольшую просадку значит ну и дальше поработаем чуть шеи значит 15 у нас есть 18 20 ключевой собака прыгает но мяч еще не долетает да а у нее голова уже уходит вверх можно немножко голову подкрутить чтобы она еще как будто ну как будто смотрела на мяч и немножко ее задрать забрать сюда я думаю даже вместе с позвоночником не с позвоночником значит наоборот чтобы добавить эффект наоборот здесь еще пока скрючим ее а в двадцатом наоборот уже будет выгибаться так ну за 20 до 2 кадра правда она слишком выглядит не очень мягко говоря поэтому наверно будем сейчас это возвращать так ну у меня почему то уже по ощущениям хочется чтобы здесь у нее уже было как бы более выгнутая спина не горб то есть двадцатом кадре чтобы уже прям хорошо вот так ощущалось поэтому мне сейчас не очень нравится как она летит то есть если в пятнадцатом горб он оправдан то дальше уже нужно сейчас думать в пятнадцатом еще ладно ну двадцатом тут резко слишком резкий переход поэтому нужно сейчас будет искать какой-то компромисс да видите очень резко за два кадра она делает этот момент здесь конечно уже наоборот у нас она приземляется кстати что то уже вырисовывается чуть более гибкое тело стало но все равно все части тела еще слегка расхлябаны ну и вот если отсюда смотреть то немножко некрасиво она летит объясню почему выделим главный контроллер немножко подправим ее полет то есть из-за того что у нас тело резко выгибается в обратном направлении то в этом месте нужно вот вот здесь отодвинуть собаку назад потому что у нее уже с помощью мелких контроллеров происходит резкая вот это вот поворот головы поэтому я немножко поэтому я немножко хоть и добавлю там где добавляю кручение там в том же месте у нас ну я буду смещать собаку там вперед или назад в зависимости от того выглядит оно хорошо или плохо например вот эта часть тела верхняя она довольно тяжелая то есть там половина веса собаки и если вот так резко головой она двигает то конечно же нижняя часть тела будет пытаться компенсировать это резкое движение и тем самым уходить назад то есть вот сюда может не так сильно ну и конечно же все остальные кадры по инерции у нас тоже будут сдвигаться на ноги пока не обращать внимание хотя на самом деле ноги тоже нужно было бы по сдвигать так чуть длину 23 вперед кстати вот видом сверху мы не как ничего сами не двигали вот в таком положении собаку но тут тоже кстати есть куда двигать то есть тут то же самое если мы делаем такую инерцию то таз должен как-то тоже отреагировать и собака тоже должна двигаться и влево вправо то есть что я сейчас делаю еще раз когда у нас вот проходит такие круче моменты кручения тела то когда довольно тяжелая верхняя часть вот так вот поворачивается справа налево сейчас данном случае то конечно же нижняя часть тела будет на себе брать тоже вращательный эффект то есть нужно как бы какая-то компенсация для против верхней части тела то есть она будет стремиться в другую сторону двигаться вот поэтому у нас задница собаки должна уходить в бок вправо вот может все же стоит здесь тоже это сделать нет вернул так как то что то по моему покрасивее выглядит ну с видом сверху сейчас не очень красиво выглядит я думаю стоит чуть закинуть еще сильнее вот это вот часть тела в самом начале так а так как мы уже детализируем а в самом начале третьем кадре наоборот сделать в обратном направлении смещение то есть как бы тело уходит да ну а голова голова более-менее остается на месте потом уходит уже и голова причем она так резко вот здесь поворачивается думаю мы сейчас уберем этот эффект он прям очень очень резкий он у нас конечно как бы останется но будет не такой интенсивный вот и чтобы его усилить можно здесь немножко оставить голову собаки в положении как она была изначально так ну и пусть смотрит там на шар он 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 тут он 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 здесь так здесь так в зависимости туда куда голова смотрит здесь тоже мы это повернем немножко отключим control и посмотрим чтобы лучше было видно посмотрим что происходит здесь есть значит у нас отклонение но мне не нравится вот эта пауза то есть вот тут происходит какая-то какое-то замедление нам нужно его немножко разбавить если выделал главный контроллер я думаю можно ее в этот момент сделать так что собака продолжает как бы чуть назад отодвигаться то есть она садится и за эти два кадра чуть-чуть отодвигается назад тогда не будет эффекта паузы то есть она в этом промежутке что-то делает так ну и чуть дальше мы дополишем так что это мне то что-то включил давайте чуть дальше дополишем собачьи приземления чтобы уже хоть что-то понимать что-то видеть вот куда там собака будет смотреть куда приземляется 5 было давайте по ключевым кадром 27 нас 30 ключевой и 35 ну сразу проставлю кадры чтобы вот чтобы видно с чем не работать и давайте пока ключи отключу они ключи а так сейчас сейчас глянем куда куда ее лучше направлять думаю вот так ну а 35 кадр давайте будет повторять нулевой и и мне не очень нравится как она резко очень опускает голову вниз все же как ни крути она продолжает хотеть поймать этот мяч не знаю поймала на его или не поймала сейчас пока непонятно вот но до самого своего приземления думаю она будет им озабочена будет на него смотреть насколько это возможно вот и теперь уже когда она приземлилась здесь можно сделать так чтобы у нее голова сработала вниз как-нибудь вот так ну и тело здесь тоже проседает вместе с центральным контролом кстати тут ключи на нем не были проставлены похоже что я не везде их проставил и только на шее проставил давайте везде проставим я вам сразу могу сказать что слишком быстро у нее выход из прыжка нужно удлинять количество кадра увеличивать замедлять собаку при этом давайте сделаем чтобы лучше было видно что там вообще она ну что она хочет делать давайте челюсть и про анимируем не обязательно по ключевым кадрам вот например где-то здесь она уже будет готова напасть на мячик кстати мы можем по идее можем конечно сделать что она его и поймает мяч на самом деле сквозь нее пролетает то есть по-хорошему она вот как раз его практически поймала то есть в 18 в кадре уже можно сделать что мяч у него во рту принципе я думаю может мы это и сделаем но мяч немножко собьет ее не то чтобы траекторию но мяч немножко сделает хоть по голове удар да и собака в таком случае она немножко нужно будет дорабатывать анимацию чтобы было ощущение что мяч остановился во рту вот а здесь например уже сделаем закрывание спереди не очень красиво выглядит странно получается что она постоянно в одну сторону смотрит поэтому давайте смотреть разнообразно как мы это можем разнообразить то есть возможно пусть двадцать пятом еще в кадре она и смотрит туда но например двадцать седьмом уже пытается начинать выходить из своего состояния даже 20 даже уже раньше пусть у нас этого состояния выходит потому что она здесь уже как бы давно находится то есть желательно вот такие напряженные ситуации не создавать как будто вот она там растяжку спортзале делает то есть это движение довольно гибкая и поэтому получается если она уже вот так вот выгнулась за мячом то вот в этом месте она уже по идее должна начать пойти расслабляться вот немножко я подкрутил и теперь нету этого зажатого движения даже уже покрасивее смотрится лапы вы сами видите мы с лапами ничего не делали и давайте сейчас еще полюбуемся что тут получается с разных сторон смотрю главное чтобы с разных сторон выглядело все красиво сейчас немножко странно вот отсюда выглядит я немножко прямо так вот возьму просто сдвинув бог ну потому что мне как-то не нравится что она по своеобразной траектории здесь летит здесь попробуем сдвинуть ее сюда посмотрим опять же это так то я пробую смотрю что из этого получится кстати хоть мы сейчас и не делаем здесь в конце детализацию но вот можно проседание таза сделать в конце это потом тоже мы задетализируем и она будет довольно красиво это все делать так я еще раз хочу пройтись по всем сторонам я там кое-что подправил но она все равно еще не очень выглядит то есть у нее есть какое-то вот странное отклонение может вот так немножко стоит то есть получается вот она здесь летит вправо здесь не летит и здесь продолжает лететь попробуем немножко сейчас сделать так ну это я понимаю из-за чего произошло я правил тогда вперед-назад движение когда вам показывал что из-за крутящего момента может немножко смещаться самого тела по скорости это она может теперь с разных с разных ракурсов не очень красиво выглядеть вот сейчас немножко подправил и я все же чувствую что таз нужно как-то он просится его тоже тут 18 20 когда раньше начинать выгибать потому что мы с ним мало работали здесь и вот здесь уже пошло выгибание посильнее ну только минус таза что когда я с ним работаешь он может двигать всю собаку так может здесь довольно рано я начал выгибать нужно еще произвести эффект такой что некоторое время таз шел вверх а само тело шло вниз добавляет красоты ну и тело так как она делает такой инерциальный эффект то явно передняя часть тела чуть быстрее начнет уходить к земле чем задние ну вот может здесь этот эффект попробовать попробовать поправить так но здесь так как у нас выгибание нужно добавить выгибание вы пока просто смотрите что я делаю я пытаюсь сделать так чтобы этот эффект выгибания спины был покрасивее немножко так ну я хочу все же чуть левее здесь сделать да и здесь тоже это прям инерция сильно очень у головы лучше я потом если что вот здесь как-то поработаю если будет казаться что слишком сильно летит вперед так а вот здесь как-то так Так, еще хочу немножко покрутить шею вокруг своей оси. То есть, вот так. Только у нас что у шеи, что у этой разные оси. Недосмотр, это мой недосмотр. Так, а если нам немножко... Так, ну она, в принципе, и так крутится неплохо. Я разве что только здесь подкрутил, не знаю, правильно я сделал. Сейчас посмотрим. Отключим контролы. А если вот в другую сторону... О! Так даже, наверное, получит немножко выглядит. Так. Так, немножко в бок сдвинем, только нужно выделить вот этот главный контроллер. Так, а вот между вот этим кадром раньше сильнее у нас были вращения. Продолжение следует... Итак, ну вот так у нас, думаю, на этом пока остановимся. То есть у нас на данном этапе получилась вот такая анимация позвоночника. То есть несмотря на все остальные недоработки, это лапы и в некоторых случаях голова и все такое, но пока у нас получилось так. И давайте в следующем видео мы дальше будем продолжать полировку. Сделаем нормально лапы, сделаем приземление нормально. Сейчас оно крайне быстрое и резкое. И поработаем еще с детализацией. Третье видео будет завершающее. Ну а на этом пока что все. Субтитры сделал DimaTorzok Ну а на этом пока что все. Субтитры сделал DimaTorzok